До премьеры главного новогоднего фильма современной России «Елки-1914» остаются считанные дни. Это уже четвертая часть популярного фильма, который ежегодно выходит в канун Нового года. На предпремьерном показе фильма «Елки-1914» побывала съемочная бригада канала «Питер ТВ», где пообщалась с актерами семейной комедии. Я думаю, что этот фильм действительно отличается от предыдущих трех частей. Это абсолютно какой-то, наверное, другой формат. Во-первых, это фильм исторический. Этот фильм, наверное, можно назвать мультижанровым, потому что здесь это не в чистом виде комедия. Здесь и есть мелодрама, есть и драма. То есть все элементы, так скажем, наверное, новогоднего чуда все здесь представлены. По признанию актеров, съемки в этой части фильма были гораздо сложнее предыдущих, но от этого картина получилась не менее интересной. Все сложности воедино слились, и мы получим сейчас, вы увидите, очень красивую картину. Она, возможно, где-то уступает, я думаю, по юмору предыдущим «Елкам», потому что, наверное, не было задачи делать такую мега-комедию. Была задача, скорее всего, сделать красивую историю новогоднюю и поставить, скорее всего, точку. Я так думаю, что это будет крайний фильм в этой эпопее. Я точно знаю, что в следующем году елок не будет, а что будет дальше, но это Богу из Казахстана только понятно. Будем надеяться, что Тимур Бекмамбетов услышал посыл Сергея Светлакова, и традиция россиян ходить в новогодние праздники на очередные елки продолжится. Продолжение следует...